Главный финансист Ненецкого округа подал в отставку. Об этом стало известно на еженедельном совещании при главе региона. Золотать финансовые дыры Архангельской области за счет Ненецкого округа. Такое предложение озвучил во время дебатов кандидат к губернатору по морю Василий Павлов. Не за горами выборы. Главное управление. Мы хотим поздравить с этим событием и надеемся, что свои профессиональные навыки личный состав будет также поддерживать на самом высоком уровне. Окружным спасателям вручили знамя доблести и чести. Время новостей на телеканале «Север» с картиной дня вас познакомят наши корреспонденты в студии Алина Волчейская. Сезонные работы по ремонту дороги на Ринмар-Искателе подошли к завершающей стадии. Дорожникам осталось нанести разметку. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании при главе региона. Обсудили и другие важные вопросы. В ходе еженедельного оперативного совещания с отчетом выступил руководитель департамента строительства, энергетики, ЖКХ и транспорта Алексей Кайдалов. Он сообщил о нарушениях и нестыковках, которые выявили сотрудники департамента в ходе планового выезда в Амдерму. Напомню, в поселке на побережье Карского моря идет строительство первого в округе ветродизельного комплекса. Его ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2015 года. Сейчас там ведутся работы по монтажу фундаментов для ветроэнергетических установок. В результате осмотра производимых работ было выявлено, что надежность фундамента вызывает очень серьезные сомнения. Еще одна проблема – нестыковка проектных документаций по замене основного и вспомогательного оборудования в первом пусковом комплексе и строительстве ветроэлектростанции. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы по коммутации. Это было в таком скоротечном осмотре. Возможно, есть какие-то документальные подтверждения, что этого не произойдет. Но, тем не менее, есть информация со слов руководителя на месте. Также было отмечено тем же руководителям, что в скором времени ДЭС Амдерма должна перейти на увеличенный режим потребления электроэнергии. Для этих целей будет запущен основной дизель-генератор. А после его запуска демонтаж кабельных линий, которые, собственно, там будут требоваться, он невозможен вообще в принципе. Так что я вот таких радужных настроений на предмет, что там все хорошо идет, я бы, так сказать, не подтвердил это. Не все так радужно и в Наринмарском мясокомбинате. У предприятия нет денег. Не хватает и сырья для изготовления мясной продукции. Денежных средств все равно не хватает. Для того, чтобы закупить сейчас в сне округа мясо, нужно 66 миллионов, которых на сегодняшний день нет. В достаточном количестве за июль месяц плюсом получили 2,5 миллиона по выручке. Но это картину не изменяет. Обращались, разговаривала с Сулой, чтобы немножко молодняка там мясо дали. У них возможности нет, у Великовисочным тоже нет. Обещает только нам Неневская грабомышленная компания немного мяса молодняка, чтобы хоть населению сколько-то дать. Ситуация осложняется еще и одновременным запуском шести инвестиционных проектов. Помимо этого, до конца августа мясокомбинат должен заплатить порядка 7 миллионов рублей за выполненные работы. Субсидии по кредитам, которые должны были возмещаться предприятию, не возмещаются. Предприятие находится в очень трудном финансовом положении. Глава региона Игорь Кошин в связи с этим поручил директору мясопродуктов подготовить доклад о состоянии дел на предприятии. Подготовьте четкую информацию. Хорошо. Значит, структуруем доклад, что сегодня происходит, что вы делаете, к чему вы стремитесь. Хорошо. Больше так вот размазывать нам здесь не нужно. Хорошо. Договорились? Договорились. Срок неделя. Жду предложения. Также в ходе оперативного совещания стало известно, что 4-я школа 1 сентября сможет принять учеников. Об этом доложила мэр Наринмара Татьяна Федорова. 18 числа мы получили заключение экспертной комиссии. Школу можно эксплуатировать при выполнении определенных требований. Эти требования сегодняшний день исполняются силами Наринмара Татьяна Федорова. Все идет пока по графику. 1 сентября школа будет запущена. Обсудили и подготовку к зиме. План по заготовлению кормов выполнен в полном объеме. Северный завоз также проходит в соответствии с запланированным графиком. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. Также в ходе оперативного совещания стало известно об уходе в отставку главного финансиста региона Владимира Бланка. Должность он покидает в связи с переходом на другую работу. Перед тем, как покинуть пост руководителя департамента финансов и экономики, Владимир Бланк отчитался о проделанной профильным ведомством работе. Основным достижением работы ведомства Владимир Бланк считает принятые антикризисные меры, обеспечившие финансовую стабильность региона в непростое время. Благодаря скоординированной работе с другими департаментами финансистам удалось сократить текущие расходы бюджета на миллиард рублей. Также департамент внес изменения в базовый для региона законодательный акт 95-й закон о перераспределении полномочий и начал их реализацию. Осенью начнет действовать еще один проект ведомства «Пятипроцентная ипотека». Глава региона подчеркнул, что департаментам проделана огромная работа и попросил активизировать работу по поддержке малого бизнеса. Агрария российских субъектов получит федеральные субсидии. Кабинет министров распределил 7 миллиардов 66 миллионов рублей. Они пойдут на возвещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам или займам на переработку продукции растеневодства и животноводства, а также 300 миллионов на развитие молочного скотоводства. Кнининскому автономному округу на эти цели будут выделены 564 тысячи рублей. Эти деньги будут направлены в акционерное общество мясопродукты. Предприятие брало займ на покупку мяса в размере 50 миллионов рублей. Часть этой суммы будет погашена за счет федеральных средств. Также регион получит еще более 100 тысяч рублей в рамках подпрограммы развития молочного скотоводства. Средства предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На этой неделе стартовала агитационная кампания кандидатов в губернаторы Архангельской области. Напомню, глава Поморья, жители области и Ненинского округа выберут 13 сентября этого года. Кандидаты в губернаторское кресло уже активно знакомят население со своими предвыборными программами. Но не все из них устраивают избиратели Ненинского округа. Кандидат к губернатору от партии КПРФ Василий Павлов, например, предложил латать финансовые дыры Архангельской области за счет средств Ненинского округа, предложив пересмотреть соглашение между двумя соседствующими субъектами, подписанное в 2014 году. Сейчас покажем фрагмент программы дебаты, вышедшей в прямом эфире ВГТРК Поморья. Вот если мы вышли на Ненинский округ, все-таки это также часть Архангельской области и он участвует, очень активно участвует в поступлении налогов, формировании бюджета региона. Как вы планируете выстраивать отношения с НАО в дальнейшем и с нефтяниками в частности? Сейчас я точно вам не скажу, потому что здесь надо полностью изучить вопрос, но то, что сегодняшние отношения, они не в интересах области, это я скажу однозначно. Те соглашения, которые попишены, не в пользу области, больше полностью Ненинского округа. Поэтому необходимо еще раз сесть, изучить этот вопрос и принять уже окончательное решение. То есть, вот сейчас поподробнее, мы, может быть, с вами немножко что-то знаем, да, вот телезрители не в курсе. Область в советский период очень много вкладывала в Ненинский округ, в то же разведку и добычу всех полезных сгибов. А на сегодняшний момент пользуется только часть Ненинского округа, там 40 тысяч населения или сколько, и компании нефтегазового сектора. Подождите, подождите, в бюджете Архангельской области НАО формирует достаточно большой объем доходов. А можно еще больше формировать? Сколько денег поступает от НАО, вы примерно знаете? Ну, я сейчас не назову, но я знаю точно, что можно больше формировать, который пойдет на пользу области полностью. Нужно пересмотреть соглашение, которое сегодня существует, и найти разумное решение в интересах жителей области. Так, а что в этом соглашении вас не устраивает? Ну, то есть, соотношение поступающих денег? Да, поступающих денег в области и те, которые остаются в Ненинском автономном округе. Оно должно в пользу области быть. Ну, все-таки жители Ненинского округа, они там живут, да? То есть, и они живут в суровых условиях. Да, и люди живут. И условия тоже не юг, да? В принципе, мало чем отличается. Также Мизень, Приморский район. Условия, в принципе, те же самые. И люди живут так же, как и там. Кстати, в НАО тоже ваши избиратели? Да, я знаю. А вы сейчас говорите, что предлагаете от них отобрать и отдать жителям Архангельской области? Я не предлагаю отобрать. Я считаю, разумно надо поступить к данным вопросам. Комментарии экспертов, а также мнение населения по поводу высказывания Василия Павлова вы сможете увидеть уже в это воскресенье. В еженедельной аналитической передаче «Итоги недели». А пока к другим темам. На Василии отметили бригады скорой медицинской помощи. Впервые за почти 80-летнюю историю отделение скорой помощи обрело свое помещение. На открытии побывала и наша съемочная группа. Минецкий округ когда-то находился в зоне жаркого климата. К сенсационному выводу пришли ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. Косметологические и эстетические процедуры для лица и тела, маникюр, педикюр, различные виды массажа, профессиональная косметика, подарочные сертификаты, постоянным клиентам скидки, а также ежемесячные акции. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты «Парадис». Полярная 25А. 8-911-652-71-60. Магазин «Хороший» объявляет о сезонных скидках на овощи и фрукты. Спелые и полезные, сохранившие для вас лучший вкус и витамины. Только с 17 по 23 августа. Томаты всего 79 рублей за килограмм. Больше предложений на нашем сайте хороший.ру. Хороший. Мы предлагаем лучшие. Новоселье отметили бригады скорой медицинской помощи. Новое здание расположено рядом с центральной поликлиникой Наринмара. Его строительство обошлось окружной казне в 48 миллионов рублей. И около 3,5 миллионов было потрачено на приобретение современного оборудования. Впервые за почти 80-летнюю историю отделение скорой помощи обрело свое помещение, где все сделано для удобства сотрудников. Теперь в новом двухэтажном здании площадью более 1200 квадратных метров будут работать кабинеты для приема амбулаторных больных, комната отдыха медицинского персонала, кабинет психологической разгрузки, помещение для методических занятий. Очень рад за коллектив отделения скорой медицинской помощи. Здорово. Очень хороший корпус. В пользуясь случаем, здесь у нас присутствует, я вижу, много ветеранов отделения. Это и водители, диспетчеры, фельдшеры, врачи. Хочу еще раз выразить свою благодарность им за их многолетние, за многие десятилетия работы в этом отделении. Большое всем спасибо. Ненецкий округ вошел в число победителей всероссийского конкурса грантов. Молодой предприниматель из Наринмара успешно защитил свой проект на форуме «Территория смыслов». 100 тысяч рублей будут направлены на образовательные курсы для будущих бизнесменов. Неделя молодежного предпринимательства в НАО. Так называется проект, с которым Иван Калюжный поехал на Всероссийский форум. Идею представителя Ненецкого округа жюри оценили сразу. Сегодня она актуальна для каждого региона России. Грант в 100 тысяч рублей отправился в Заполярье. Как вы знаете, молодежь уезжая учиться в высшие учебные заведения, в другие города возвращается в количестве 10-15%. Наш проект направлен на то, чтобы удержать молодежь в округе, то есть показать им перспективу развития, что можно развивать предпринимательство. Иван Калюжный предлагает готовить будущих бизнесменов со школьной скамьи. При поддержке Ненецкого регионального отделения, общественной организации «Опора России», он разработал план образовательных занятий со студентами колледжа и учениками школ. В течение недели участников обучат навыкам ведения бизнеса. Обучение будет проходить путем вебинаров, то есть онлайн-трансляций. Потом на шестой день планируется привезти каких-либо экспертов с Санкт-Петербурга, также, возможно, с Москвой. Они будут проводить деловую игру, то есть для закрепления материала, который ребята прошли в течение пяти дней, грубо говоря, обучения. Итогом семинара станет бизнес-план, который попробует составить каждый старшеклассник и студент. Постичь азы предпринимательской науки сможет и молодежь до 30 лет. С сентября по декабрь отделение «Опоры России» запускает долгосрочные образовательные курсы. По результатам занятий организаторы предполагают открытие новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Так как «Опора России» является крупнейшим бизнес-сообществом, соответственно, мы можем привлекать очень крупных спикеров, которые входят в состав «Опоры», и пользоваться тем ресурсом, который есть у «Опоры России» в рамках образовательных программ. Потому что у членов «Опоры России» есть огромнейший опыт по реализации образовательных мероприятий для молодежи. Впервые в Наринмар приедут маститы и деятели бизнеса, чтобы поделиться секретами успешного предпринимательства. Так в декабре одно из занятий проведет известный владелец кондитерской фабрики Андрей Каркунов. В планах проводить и вебинары, чтобы привлечь сельскую молодежь. По оценкам организаторов, в семинаре могут принять участие не менее 800 человек. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Главному управлению МЧС России по Ненинскому округу вручили символ доблести и чести. Торжественное мероприятие посетил заместитель начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России Дмитрий Легонький. На вручение знамени побывала и наша съемочная группа. Знамя Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий, главный спасатель округа получил из рук заместителя начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России Дмитрия Легонького. Для Вадима Мазура и его коллег это особенный день. Как вы могли заметить, у нас даже присутствовали сейчас люди, которые кто-то в отпуске, кто-то еще где-то был на выезде, но нашли время и возможность прийти на это торжественное мероприятие. Мы будем, скорее всего, хранить его, конечно, в подразделении главного управления, по месту мы еще определимся более конкретно. Теперь по взаимодействию хочу обязательно сказать с другими органами, федеральными органами исполнительной власти на нашей территории. Как вы видели, тоже все практически присутствовали. Мы очень тесно с этим взаимодействуем, в том числе органы исполнительной власти, субъекта, муниципалитеты. Все были, все присутствовали, все видели. И для личного состава это большая честь получить знамя в присутствии всех наших коллег, друзей. И, несомненно, это как-то стимулировать будет и в работе, и в службе. По сложившейся традиции этот ритуал проходит в два этапа. 19 августа в актовом зале администрации города состоялась церемония крепления полотнища знамени к древку и его освещения. А 20 августа – церемония вручения. В приветственном адресе Геральдического совета при президенте Российской Федерации указано. Приближается знаменательное событие в жизни главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу – вручение знамени. Знамя является знаковым воплощением всего комплекса традиций вашего главного управления, его места в системе МЧС России, лучших духовных качеств, присущих вашим сотрудникам. Именно поэтому знамя – не только символ главного управления МЧС России по Ненецкому округу, но и его реликвия – предмет особо почитаемый и оберегаемый. Мы хотим поздравить с этим событием и надеемся, что свои профессиональные навыки личный состав будет также поддерживать на самом высоком уровне. Спасатели пришли поздравить представителей власти, правоохранительных органов, видные общественные деятели. Знамя будет храниться в главном управлении МЧС России по Ненецкому округу и станет неотъемлемой частью каждого торжественного мероприятия ведомства. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Надо ли бояться потепления климата и чем клещи могут быть полезны археологам? С берегов Баренцева моря вернулась комплексная экспедиция. Ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцевы изучили биоразнообразие Ненецкой территории. О первых результатах научной работы узнала наша съемочная группа. До сих пор, как 200 лет назад, люди, когда ловят жуков, они их раскладывают на матрасик. И вот в тундре, в Ипудырской губе, живут вот такие вот изумительные жуки. Видите, это могильщик жук, который закапывает трупы полевок. Жуки и почвенные клещи для Ольги Макаровой не просто живые существа. Они – настоящий кладезь знаний для ученых. Клещи, к примеру, могут рассказать, какой климат был на территории округа 5 или 6 тысяч лет назад. Эти членистоноги размножаются только в теплых краях. В почве были обнаружены их останки. А значит, некогда округ находился в зоне жаркого климата. Так что бояться существующего потепления не надо. Было тепло и гораздо теплее, чем сейчас. И лес доходил до самых крайних рубежей суши в Евразии. А потом отпух. Эти данные для ученых второстепенные. Их главная задача – составить атлас флоры и фауны. На протяжении нескольких недель экспедиция искала, определяла и фиксировала название того или иного биологического вида. Были подробно описаны птицы, растения беспозвоночные. Исследовательские работы проводили в трех точках – Болванском, Пахаченском и Хайпудырском заливах. Эти уголки природы уникальны с точки зрения биоразнообразия. Цель этого проекта была аккумулировать всю имеющуюся информацию по биоразнообразию Ниньского округа. Поэтому на первых этапах мы фактически собирали все, что есть к данному моменту, что сделано другими людьми до нас или нами до того. И сейчас это есть огромный список аннотированной литературы биологической по этому региону. Он насчитывает почти полторы тысячи источников. И мы проанализировали каждый. Следующий этап работы – занесение информации в базу данных. Итогом научных исследований станет карта биологических систем. Она позволит определить, какие зоны Ниньского округа следует охранять и заповедовать. Валентина Чибича, Калина Ваучейская, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, Телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго.